Дай 5 Дай 5 Дай 5 В целом, ну, решать, пожалуй, игрокам. Но в любом случае, если вы хотите легкий и бездумный танковый шутер, то War Thunder явно вам не подойдет. Итак, с минусами разобрались, а теперь давайте перейдем к плюсам. Плюсы. Первый плюс. Разнообразие. War Thunder действительно есть чем заняться. Помимо, естественно, мультиплеера, в игре представлены одиночные сюжетные миссии и историческая кампания, что уже может значительно разбавить сражения по сети. Также вы не ограничены только танковыми баталиями. War Thunder предлагает вам ощутить себя пилотом различных видов летной техники, вроде штурмовиков, бомбардировщиков или истребителей. А геймплей на них, естественно, отличается от сражений на земле. К слову, хотелось бы отметить еще и кроссплатформенность игры. Одновременно на одних и тех же серверах принимают участие игроки с ПК, PlayStation 4, а также Linux и macOS, что сейчас далеко не так часто можно встретить. Второй плюс. Геймплей. Действительно, чуть ли не самое главное, это геймплей для любой игры, кроме игр от Telltale. Там игровой процесс, конечно, не самое важное. В общем, здесь в War Thunder есть чем порадовать игроков. Когда тебе дают технику в первый раз, ты очень четко ощущаешь, чем приходится управлять. Танк движется на самом деле, как многотонная махина, а каждый выстрел как по противнику, так и по тебе отлично чувствуется. Когда задача не просто перестрелять всех на скорость, а использовать сильные и слабые стороны своей позиции, местности, параметров техники, играть становится правда интересно. В конце концов, годных игр с продуманной танковой тематикой не так уж и много, а геймплей на War Thunder, пожалуй, одна из лучших. Третий плюс. Реалистичность. В отличие от конкурентов по цеху, War Thunder гораздо внимательнее следит за правдоподобностью боевых действий. Вся техника в игре также основана на реальных боевых единицах с сохранением большинства параметров. Вообще, игроки War Thunder частенько любят называть игру симулятором. И хоть это, пожалуй, чересчур сильно сказано, в определенной степени симуляция боевых действий тут и правда есть. Итак, плюсов вышло больше. Я честно считаю, что игра заслужила такого результата, потому что War Thunder действительно достойный танковый экшен. И да, я все-таки не могу пока назвать его симулятором, но, наверное, оно и к лучшему. А сейчас давайте посмотрим, что о нем думают участники нашей группы. По результатам голосования, из 12 тысяч участников 52% считают, что минусов больше. Если игра тебя заинтересовала или ты уже играешь, то по ссылке в описании можешь получить бонусы. На этом все, спасибо, что посмотрели выпуск, подписывайтесь на канал и вступайте в группу ВКонтакте. А пока посмотрите прошлые выпуски на канале Дай 5. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok